Hello, I'm Lira. И сегодня мы продолжаем изучать буквы английского алфавита. Сегодня изучим следующие буквы. Это L, M, N, O, P. Все эти буквы очень лёгкие. И все эти буквы встречаются нам в словосочетании lemon peel. Lemon peel, что означает лимонная корка или лимонная цедра. Lemon peel. Давайте подробнее сейчас рассмотрим букву N. Дело в том, что когда эта буква N появляется в конце слов в сочетании с буквой G, например, как в слове long, long, длинный, то буква G вообще не произносится, а наша буква N превращается в такой носовой звук N, N. Мы не говорим long, а говорим long, long. Чтобы научиться произносить этот носовой звук, есть такой приём. Нужно научиться дышать открытым ртом через нос. То есть вы широко открываете рот и дышите через нос. И пытаетесь этот звук произнести. Дело в том, что когда мы говорим N, N, наш язык поднимается к верхним зубам. А когда мы произносим носовой звук, N, 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 язык, он у основания нижних зубов. N, 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 N. Итак, long. Следующее слово. King. Король. King. Важно научиться произносить этот носовой звук N. Почему? Потому что, например, слово King, King, означает родственник, а слово King означает король. То есть очень важно научиться говорить М. Следующая особенность этой буквы, буква N, в том, что если она появляется с буквой K, в начале слова, например, перед буквой N стоит K, то буква K не читается. Например, в слове knife. Нож. Knife. K как будто не существует. Нож. Knife. Нож. Или в слове knee. Колено. Knee. Вычеркиваем K, как будто ее нету, да? Knee. Колено. Вот такие особенности у буквы N. Следующая очень важная буква это буква O. В чем ее важность? Опять-таки нужно знать, как читать ее в открытом слоге и в закрытом слоге. Возьмем два простеньких слова. Слово on, что означает на. Например, на столе on the table. On. On. Здесь вы видите, что слог закрытый. Слог закрытый, и буква O читается как O. On. А в слове no. No. Нет. Буква O открыта и читается как в алфавите O. No. Нет. No. Итак, on, no. Два варианта чтения. O и L. O, L. On, no. В словах нам частенько встречаются две буквы O. Например, как в слове food, еда. Тогда мы это сочетание букв читаем как долгое U. Food, еда. Food. Всем известное слово fast food, да? Food, еда. Или cool, клевый, классный. Cool. Или pool, что означает бассейн, да? Pool. Или moon, луна. Moon. Долгая U. Moon. Но если после двух букв O стоит буква K, то здесь это сочетание букв читается кратко. У. Book. Book. Книга. Look. Смотри. Look. Смотри. Или cook, что означает готовить, готовить еду. Cook. Ну, и как во всех правилах существуют, конечно, исключения. Их нужно запоминать. Например, в слове good. У. Краткое good. Или в слове foot, нога. Foot, нога. Тоже кратко. есть очень хорошее выражение пешком. Это on foot. On foot. Пешком. И еще раз внимательно посмотрим на букву P. Иногда буква P в словах встречается нам в сочетании с буквой H. И вот когда мы видим в слове, что эти две буквы стали рядышком, то они читаются как F. Например, в слове phone. Телефон. Phone. Или в слове dolphin. Dolphin. Дельфин. Dolphin. Запоминаем. P и H рядышком это F. F. Dolphin. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, если вам понравилось. И подписывайтесь на канал. впереди нас ждет очень много интересного. Гуд-бай!